Меня зовут Файнберг Илья. Я один из основателей арт-пространства ВЕРК. Я занимаюсь составлением программы. Меня зовут Людмила, я занимаюсь визуальной составляющей ВЕРКа. Мы рассматриваем ВЕРК не как только клуб, а именно как культурную институцию, потому что у нас проходят не только вечеринки и музыкальные мероприятия, но также проходят и выставки, и показы мод, и кинопоказы, и презентации. Название ВЕРК – это немецкое слово, которое означает работу, то есть ВЕРК – ВЕРК по-немецки, а также отсылает нас к Германии, как к эпицентру электронной музыки. То есть все это смешалось в названии. Всем привет! Меня зовут Руслан Чижов. Я являюсь одним из основателей арт-пространства ВЕРК. Мы видим какие-то моменты в городе, которые явно не хватают как-нибудь, может быть, начинающим или, может быть, не совсем профессиональным художником, артистом и так далее. Но, по сути дела, тем, что мы открыли ВЕРК именно здесь, мы прокладываем новый путь для развития бизнеса в нашем районе, для развития той улицы, на которой мы находимся. Мы хотим не только делать что-то в рамках стенок своего пространства, но и каким-то образом влиять на город. Привет! Меня зовут Расул. ВЕРК я занимаюсь картой бара и персоналом. ВЕРК – это очень важное явление в России. Это новый уровень коммуникации для Казани с людьми, которые делают искусство, с людьми, которые привозят музыку со всей страны и, в принципе, из-за рубежа. Ну, если говорить про подбор артистов, то это был абсолютно естественный процесс. Было понимание, что там у нас должны быть какие-то свои диджеи, но они как бы сами приходили, то есть сами ребята подключались на этапе стройки. То есть они приходили, они красили тут стены, делали ВЕРК вместе с нами, своими руками. Мы с частью команды полгода жили в ВЕРКе. В это время некоторые из наших ребят начали рисовать картины. Нам показалось интересно показать именно итоги этой вот ситуационной резиденции художественной. И так у нас началась выставочная деятельность. Здесь появилась первая выставка, которая называлась «Коммуникация», как итог вообще вот нашего, так сказать, сожительства коммунального. После этого мы начали реализовывать следующие проекты с казанскими художниками. В масштабных проектах обычно у тебя какой-то руководитель безликий и все. И не всегда он понимает и видит, что ты делаешь и зачем ты делаешь. Здесь вся команда очень сплоченная. Когда я знаю человека лично, это дает мне чувство сопричастности с ним. И, мне кажется, в современных реалиях это прямо очень нужная и важная вещь. Когда ты знаешь лично, это, наверное, про то, что ты действительно чем-то интересуешься и узнаешь намного больше этого личного. Когда я знаю человека лично, это дает мне доверие. И я даже не знаю, что еще добавить. Всех килограммов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! feld蔣. Powerст